канал таежный обитель приветствует вас сегодня я взял с собой морсик от баночки старая от старого моего термоса кружечка я не хочу с ней расставаться холодный морс или компот туда я добавил золотой корень настойка 5 капель и вот настрою свое здоровье хорошо прекрасно вот я нашел место чтобы поставить ловушку меня попросили дядь коль покажите самую простую ловушку как как бы с чего вы начинали когда вы начинали охотиться какие ловушки делали когда я начинал охотиться я начинал с эвенками и они меня учили с собакой и на подрезку капканами вот это и иногда редко они ставили на приманку на мане как называется мане но потом у меня есть рассказ три ловушки один соболь это про тетю катю трифонов рассказ она ездила с кириллом сафроном вообще была такая таежница хотя у нее было восемь детей и вот однажды мне пришлось с ней кочевать в стадо вдвоем мы с ней ехали и она проверяла ловушки ловушки она делала из ящиков это я еще заметил раньше когда она приехала к нам мы стояли на улигире она стала собирать вот эти раньше ящики были такие большие в них макароны привозили еще что она их разбирала выдергивала гвоздики выравнивала и делала вот такие ловушки вот такие ловушки простые вот такие простые ловушки я ее спросил зачем эти в ящики разбирать она ведь ловушки сделаю три ловушки один собак вот простая ловушка вот она две палочки здесь нижний на которой наступят это вот так настораживается тут в нижней палочки вырезана зазубринка а здесь вот так на проволочке на веревочке на кожаном ремешке и очень самая простая у охотников и в литературе он называется проскок вот этот проскок используется для ловли от горностая колонка хорька до росомахи если громадную сделать то и медведя задавит там надо груз большой но вот этот проскок ставится он очень легко ставится он на земле но есть сейчас с пружинами как бы такой который можно таскать и сразу ставите но вот этот ставится на земле ставится он легко ищется место находится место вот я нашел хорошее место под камнем дыра и мы перегородим этим проскоком вот так перегородим эту друг теперь закроем тут все это положим груз груз этот конец будет вот выемка здесь сделано в досточке а тот конец прислонен к дереву или на рогульки на 2 рогульки и чтобы не касался снега иначе примерзнет и не сработает ставим проскок груз открываем вот втыкаем и вот подводим и все подводим и насторожка готова тут загораживаем вот эту дырка здесь есть это я показываю вот в этом месте в каждом месте вам придется искать место и самим думать здесь постоянно приходится думать где как поставить делаем маленько порожек чтоб соболь как бы полегче залезть туда закрываем еще сверху палками там камень здесь вот так закрываем вот сверху можно наложить веток или в несколько ригдов перекрыть чтобы снег не попадал чтобы под насторожкой не было потом снега здесь чтоб не было вот тут тоже маленько делаешь навесик вот получается вот такой домик соболь идет наступает на насторожку и поехал все и вон сидит там готовы вот такой проскоп вот так я вам показал поставил его вот самый простой когда я начинал охотиться когда я одно время решил по избушкам охотиться и или поставил палатку там еще я тоже точно так же меня забросили в лесоустроительные экспедиционные избушки я их починил и там как раз эти ящики были я наделал ловушек эти ловушки можно делать так же раскалывая сосну елку лиственницу на плашке главное чтобы были гвоздики гвоздики вот тут надо и я очень хорошо поймал место было свежее и этом хорошо наловил на свежем месте еще обычно ловится большие 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 самцы потому что если где постоянно ловят их постоянно все равно выдавливают и редко потом большие а я этот год там очень больших хороших самцов поймал я сделал я где-то около двухсот таких ловушек десять ловушек я брал на плечо и шел и ставил ставил я где-то приехал в сентябре и вот до начала охоты 20 октября я понаставил эти ловушки получалось один день десять ловушек на постройку ловушек у меня где-то вот ушло 20 дней потом я там охотился ловил рыбу охотился на зверя чтоб мясо у себя было собакам чтоб домой увезти осенью когда гон это хорошее занятие во время гона быков легко добыть ну вот я просьбу вот эту выполнил я показал самую простую ловушку проскок проскок на куньих вот так он классически называется очень простой и очень надежный приманку ложишь внутрь желательно в банках потому что на земле съедают мыши быстро или как я рассказывал про приманки шкуру шкуру режешь на куски приманку внутрь и четыре в четыре такой лоскут внутрь приманку четыре штуки конца и можно внутри подвешивать чтоб она висела но мыши все равно достают ну вот на сегодня все сегодня 7 июля я уже вас попросил поздравлял с днем купалы ну оказывается сегодня день купалы я вас второй раз поздравляю с днем купалы это замечательный праздник такой языческий можно сказать гадайте на женихов на невест мечтайте живите в согласии с природой а я с вами прощаюсь до следующего видео всего вам доброго удачи радости здоровья творчества гармонии с самим собой и с окружающим миром пока 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 Продолжение следует...